Открытое выездное судебное заседание прошло в Большом зале Лунинецкого райисполкома. На скамье подсудимых бывшая сотрудница одного из сельхозпредприятий Лунинецкого района, бригадир производственной бригады. В качестве приглашенных представитель аграрного сектора региона рассматривается дело о превышении служебных полномочий, совершенных в 2019 году и выявленных в ходе одной из прокурорских проверок. Прокуратурой были выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота. Так, было установлено, что бригадир производственной бригады, вопреки интересов службы, в целях избежания привлечения к мерам материального воздействия и дисциплинарной ответственности за падеж крупного рогатого скота, носила заведомо ложные сведения в статистике отчеты, где недостоверно указывал количество имевших фактов падежа, оформив в качестве продажи подчиненных ее работников без их ведома и согласия. Таким образом, было скрыто 6 случаев падежа скота. Шесть случаев меньше, чем за полгода, и это только в одном хозяйстве. По фактам падежа крупного рогатого скота было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 426 Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». Приговор суда обвинительный. «Признать виновной в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ей по службе, повлекшими причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, превышение служебных полномочий, совершенными из корыстной и иной личной заинтересованности». Мера наказания, лишение свободы сроком на три года, штраф в 300 базовых величин и лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере сельского хозяйства сроком на пять лет. В соответствии с частью первой статьи 77 Уголовного кодекса была применена отсрочка основного наказания на срок два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в Брестском областном суде. «Хочу отметить, что прокуратура района в интересах сельскохозяйственных организаций на постоянной основе предъявляет исковые заявления взыскания с виновных лиц ущерба, причиненные падежом скота». Данный случай, когда умышленное сокрытие падежа крупного рогатого скота привело к уголовному делу, не единичный. Только в прошлом году в суде Лунинецкого района было рассмотрено два аналогичных уголовных дела, и по каждому из них обвиняемые получили реальные сроки.